В эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Танцоры звездного вальса стали главными фаворитами первенства и чемпионата Москвы. Было тяжело, каникул почти не было. С раннего утра до вечера были тренировки. Кто много читает, тот много знает. В районной библиотеке прошла викторина в рамках конкурса «Самый читающий класс». Мы все готовились к этому конкурсу два месяца, читали, отвечали на вопросы в классе. Рождественский турнир по шахматам состоялся в горках ленинских. Мне неинтересно сидеть дома и играть с сестру, которую легко обыграть. Нравится приходить с другими ребятами, разыгрывать партии. На днях в Крокус-экспо прошли первенство и чемпионат Москвы по танцевальному спорту. От видновского клуба «Звездный вальс» туда поехали четыре команды. И все вернулись победителями. Как воспитанникам «Звездного вальса» удается из года в год быть лучше всех, узнала наша съемочная группа. Воспитанники клуба «Звездный вальс» неизменно завоевывают первые места на самых престижных танцевальных конкурсах и соревнованиях. В прошлом году они уже стали чемпионами Москвы и России в направлении «Формейшн». И вот новые победы. Мы когда в прошлом году выиграли Москву, Россию, поняли, что это все круто, но очень сложно. И мы вот по осени решили, что мы никогда к этому не вернемся, будем заниматься только своей историей танцев. Но вот буквально месяца полтора назад мы принимаем решение, что мы все-таки должны еще раз попробовать, потому что у нас есть мечта, попасть на чемпионат Европы. Было тяжело, каникул почти не было. С раннего утра до вечера были тренировки. В первенстве Москвы по танцевальному спорту участвовали три команды «Звездного вальса» – дети, юниоры и молодежь. А на чемпионате защищали честь муниципалитета взрослые. Самые маленькие танцоры выступили с уже отработанной в прошлом году, правда, другой командой – постановкой в мире животных. А вот для остальных хореографы «Звездного вальса» создали совершенно новые танцевальные программы. Те дети, которые были в том году, они стали чемпионами России, они уже выросли, и они уже перешли в категорию юниоры. И мы на них сделали новую постановку, которая называется «Гаджетомания». Это как раз история сейчас этого возраста, когда в гаджетах, все в телефонах, и мы как раз на злобу дня. Мы подростки, мы же все время сидим в телефонах, мы от них не отлипаем, и поэтому сюжету была создана эта информация. Для молодежной и взрослой команд хореографы «Звездного вальса» создали постановку Анны Каренина. Чтобы ребята прониклись в драматургию этой любовной истории, все вместе съездили на одноименный мюзикл. Когда мы ехали обратно, мы прям вместе все в таком впечатлении ехали, и я думаю, кто же это мог поставить так всю хореографию. Я нашел в интернете хореограф-постановщика Анны Карениной, ее зовут Ирина Корнеева. Мы ей позвонили, пригласили, и она с нами работала. Кстати, в команде взрослых и педагоги «Звездного вальса», танцоры международного класса. Давид Ягищан вернулся в родной клуб спустя два с половиной года. Меня терзали большие сомнения, стоит ли. Раньше я танцевал достаточно хорошо и успешно продвигался, продвигал свою карьеру танцора. И был такой некий страх. Благо у меня есть друзья и семья, которые меня поддерживали в этот такой нелегкий период для меня. Поэтому я решил вернуться и ни о чем не жалею. Несмотря на довольно серьезную конкуренцию, все команды «Звездного вальса» стали победителями. На тренировках это наилучший танец. На соревнованиях, как правило, танец немножко хуже, потому что накладывается волнение, накладывается переживание. Но детская команда на соревнованиях стал еще лучше, чем даже на последней репетиции в зале. Это было для нас приятным удивлением. Генеры были более опытная команда, у них была более сложная хореография. Сейчас ребята уже начали подготовку к чемпионату России, который пройдет в Москве 27 марта. В случае победы взрослая команда «Звездного вальса» отправится защищать честь России на чемпионат Европы. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. В «Видном» собирается высадиться в «Звездный десант» с одного из развлекательных телеканалов. А именно самые популярные представители жанра стендап. Произойдет это уже совсем скоро, а состоится выступление мастеров юмористического слова в видновском ресторане «Гриль Хаус». Именно туда и отправилась за подробностями наша съемочная группа. Слово «Гриль» пришло к нам из европейских языков и означает «жарить». И несмотря на то, что 16 января публика придет в ресторан «Гриль Хаус» на выступление известных комиков, ежедневно главная звезда здесь – шеф-повар заведения Иван Фомин и его стейки, один из которых он готовит прямо сейчас. Здесь у нас уже происходит процесс приготовления рыбы, овощей и нашего красивого стриплойна. Идея превратить ресторан в творческую площадку назрела давно, тем более, что воплотить ее в жизнь оказалось делом не таким уж сложным. Уже два раза в «Гриль Хаусе» выступали известные стендаперы – Ирина Проскурякова, Елена Приходько, Алексей Рябчиков и многие другие. Да, я живу на станции метро Кузьминки, сейчас все станции метро переводят на английский язык, поэтому каждый день я слышу «this is Кузьминки». Кузьминок не может быть приставки «this is». Для выступления человека с микрофоном не требуется большого сценического пространства, ведь главное в шоу стендап-комика – жонглирование словами и вовлечение в диалог зрителя. И чем меньше расстояние между выступающим и слушающими, тем лучше. Людям понравился этот формат, они его достаточно инициативно восприняли и сами спрашивают, у нас сейчас именно проведение его, когда, когда вы планируете. 16 января у нас планируется проведение стендапа, и это будут именно участники, которые с ТНТ. Именно на мнение гостей ориентируется коллектив ресторана и в повседневной работе. Все пришедшие на концерт будут чувствовать себя максимально комфортно. Это улыбка, в первую очередь, и, естественно, обратная связь от гостей, чтобы они непосредственно официанты общались с нашими гостями по поводу блюд, нравится им блюд, не нравится, как им атмосфера в нашем ресторане. То есть самое главное – это общение. Приготовление стейка занимает несколько минут, так что даже при полном аншлаге во время концерта ждать долго не придется. Итак, мой стейк готов, и я вижу, что мне его уже несут. Стейк вверх, медианре, прожар. Ну что ж, запах восхитительный, давайте попробуем на вкус. Впрочем, в меню ресторана не только более 20 мясных и рыбных блюд, приготовленных на гриле, но и порядка 100 других наименований. Есть из чего выбрать. Напомним, выступление стендап-комиков в ресторане «Гриль Хаус» состоится 16 января. Количество билетов ограничено. Максим Козлов, Сергей Ларин, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Впервые конкурс «Самый читающий класс» состоялся в 2006 году. В нем приняли участие всего три школы города Видное. Со временем желающих посоревноваться в чтении становилось все больше, и конкурс приобрел статус районного. В этом году тема книг посвящена 75-летию Великой Победы. В рамках конкурса в Центральной детской библиотеке была организована викторина, где ребята могли проверить свои знания. Подробнее в нашем сюжете. Для участия в конкурсе перед учащимися стояла задача прочитать три произведения Сергея Алексеева. «Дом», «Тульский пряник», «Подвиг» у Дубосекова. Тематика конкурса всегда определяется знаменательными и историческими датами. В этом году это 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Многим ребятам эта тема оказалась очень близка, и не только мальчикам. Люблю разные танки, люблю смотреть фильмы про танки, читать про танки, про войну разную. Люблю изучать разных солдатов. А Никита Строгин мечтает стать танкистом. Мне понравилось больше всего «Подвиг» у Дубосекова, потому что он про войну, а мне нравится война, танки, самолеты. Викторины проводятся с декабря прошлого года. Заведующая Центральной детской библиотекой Марина Федякина задает 45 вопросов по прочитанным книгам. А сколько всего было бойцов на этом поле, которые совершили свой подвиг? 28. Умничка! 28 героев Пампиловцев. В этом году на конкурс поступило 170 заявок от классов из школ города и района. И к нам в детскую библиотеку уже приходят не первый раз. И, скажем так, уровень подготовки, что ли, выше, чем в прошлом году. Потому что всех хотят не только прочитать, понять, но, естественно, это какой-то такой конкурсный момент. Проверка знаний прошла почти на отлично. 40 правильных ответов. Мне викторина понравилась, потому что она была волнующая, веселая, вопросы, военная. Вот война – это моя любимая тема. Мне понравились тульские пряники. Тем, что мне понравилось сначала. Сверху корочка, снизу корочка, посередине сладость. Мне понравилось в этой викторине то, что там легкие вопросы. А некоторые не могли ответить. Ну, просто я много раз их читал, и для меня кажется, что эти все вопросы легкие. Этот конкурс задуман не случайно. В первую очередь он помогает учителям приобщать детей к чтению, особенно в начальных классах. А также знакомит с малоизвестными авторами старшеклассников. Мы очень рады принять участие в конкурсе «Самочитающий класс». Надеемся, что наш класс победит. Мы все готовились к этому конкурсу два месяца, читали, отвечали на вопросы в классе. Итоги будут подведены в конце марта. Победители конкурса определятся в каждой возрастной группе в четырех разных номинациях. По решению жюри наиболее отличившийся класс получит гран-при. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Шах и мат с Персидского обозначает смерть короля. Об этом не понаслышке знают члены клуба «Дебют» в Горках Ленинских, где состоялся рождественский турнир по шахматам. За ходом черно-белых батарей следила Александра Столярова. В минувшие выходные в досуговом центре «Юность» прошел рождественский турнир по шахматам. Участие приняли в общей сложности 20 человек, среди которых 12 детей и 8 взрослых. После проведения жеребьевки и деления на группы участники с интересом приступили к игре. Геральт играет в шахматы уже два года. С нами он поделился, почему участие в соревнованиях важны для шахматистов. Я люблю шахматы. Это мое хобби. Мне неинтересно сидеть дома и играть с сестрой, которую легко обыграть. Нравится приходить с другими ребятами, разыгрывать партии и весело проводить время. Также за это дают награды. И всем это нравится. Клуб «Дебют» существует более трех лет и очень популярен в горках ленинских. Каждые выходные здесь собираются любители шахмат. Друзья и члены клуба замечают, что помещения маловато для большого количества человека, профессиональных тренеров для работы с детьми не хватает. Но стараются развивать клуб своими силами. Я привозил международного гроссмейстера. У нас был тут сеанс одновременной игры, чтобы как-то провести. И это очень всем понравилось. Тут народу было просто, как будто тут Каспаров приехал. Это интересно. Потому что пытаюсь всегда, чтобы этот клуб не умирал. Старшее поколение занимается в клубе по программе «Активное долголетие». Взрослые делятся, что в большей степени любят проводить здесь время и за детей, которые на них равняются. А мотивацию победить в турнире дают награды, подготовленные организаторами. В нашем клубе сегодня очень жарко, очень горячо, потому что идет очень напряженная борьба за первое место, за наши кубки и за очень хорошие подарки. Без подарка не ушел инициатор создания клуба Сергей Дрожин, для которого была подготовлена отдельная благодарность от досугового центра. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok